Доброе утро, кабаны! Придется выжимать из себя до последней капли и тренироваться ночью. И поэтому я не могу их оставить себе. Я их выставлю на продажу. Ссылка на нашу группу в описании, где они будут. Но для начала, что нам нужно, это взять щетка. И отправиться в ванную, где мы начнем их чистить благодаря мыльцу и водичке. Естественно, если у тебя есть какие-то средства, что гораздо лучше будет, нежели в моем случае обычным мылом хозяйственным. Вот, чисти им. Но эффект плюс-минус будет один и тот же. Приступим. Набираем горячей водички. Этого хватит. Делаем раз. Чтобы кроссовки лучше чистились, чтобы они лучше пенились, их нужно, естественно, опустить в воду. И тут сразу видно наши все проблемы. Это уже, видимо, остаточная кожа, что с ней уже все стало. И, видимо, ей уже конкретно плохо. Ну, что поделать. Кроссовкам уже 18 лет. И так повторяем со вторым кроссовком. Пока лишняя влага стекает, приступим к шнурочкам. А еще, пока кроссовки сохнут, можно сходить попродавать вещи, чем мы сейчас с тобой и займемся. Сегодня будем продавать ползлым рукавом Ральф. И будем обменивать наши топотули одни на другие топотули, какие увидишь чуть позже. Надеюсь, все будет четенько, и у меня появятся новые кроссовки. Тем более, они кожаные. На данное время года они будут прям пушечки. Вот такую штуку сейчас пройдем продавать. Андрей, привет. Давно не видели, все хорошо. Входим. Молодой человек, вот, курьер. Доставка пиццы, то есть корсовок. Продаем вещи. То есть ссылка в описании на их группу. Вот в интернатах. Вот, вот. Это как бы фила. Фила. Так. Да, фила. Все, благодарю. Так. Говорил-то, у них вот тут вот расклеиваться. То есть их пытался подклеить. Не особо умею. Да это не столь страшно. Да? Ты держи, держи. Короче, все четенько. Илюх. Все нормально. Все. Ну, ссылочку оставлю в описании, как бы. Лично знаю, все четко брать можно. В прошлый раз как бы вы не обликовали мою рекламу. Так что это у нас в этот раз. Короче, только пришли с работы. Тут Гошанчик написал по поводу рубашечки. Сейчас будем мерить. Завтра, послезавтра выходные, потому что приедет сеструха. Надо будет сеструху встретить. Будем сейчас дублоны зарабатывать, походу. Время 11.40. Мы бежим спать. Рубашечка пербери продана. Добрых снов. Приступим к нашей паре, которая у нас здесь ждет. Давай посмотрим, что в итоге изменилось. Как видишь, кожа у нас стала теперь чистенькая. Замша тоже чище стала. Вот здесь вот пятна, которые были, они ушли. И в принципе нам осталось только подделать подошву. Вот эти вот надписи Италия я мог бы сделать, но для этого мне нужен золотистый лак, а у меня его нету. И времени ждать его заказывать тоже. Когда-нибудь я доберусь до этого, но пока времени особо не хватает. Так-то, в принципе, кроссовки были и так в очень хорошем состоянии для своих лет. Их просто нужно было почистить. Теперь осталось только их закинуть на продажу, почистив подошву и все. Вот эту беленькую. В общем-то, приступим к нашему обзору. На сегодня у нас на обзоре будет такая пара, как Adidas Italia 2002 года. Ну, давай начнем сначала. Материалы здесь. Основные это кожа. Настолько приятная, настолько мягкая. Настолько просто посмотри на эту кожу. Настолько она премиального качества. Скорее всего, это кожа теленка. Я, честно сказать, в них плохо разбираюсь, но приблизительно думаю, что это так. И она безумно приятная. Прям вот, хоть убей. И учти, что паре 18 лет. Смотри, как она сохранилась. Ей жить еще как минимум столько же. Просто посмотри. Ну, это не страшно. Это самые минимальные заломы, которые могли быть. Окей, приступим дальше. Пройдемся. Вставка на носу. Из замши уже. Из замши как была, так и осталась. Никуда она не делась. Также у нас здесь вставки из замши. Вот здесь вот надпись Adidas Italia, которая, увы, подстерлась, но еще видна. В принципе, разобрать можно. Естественно, это можно подделать, но для этого нужен лак, а у меня его нет. Увы. Я не знаю, что тебе сказать про эту пару, но это просто нечто. Это что-то, нечто, это я не знаю. Это лучшее, что я держал, наверное, в своих руках. Потому что настолько прекрасной формы я видел очень мало. Ну, это прям просто пушка. Начиная от материалов, заканчивая тем, как это все сделано. Именно вышито и так далее. Здесь все идет стык в стык. Посмотри. На современном Аде я мало где такого встречал. Просто стык в стык. Это просто нечто. Также у нас внутри стелечка, как бы, ортопедическая. Все пушка-гонка просто. И посмотри на подошву. Ты скажешь, что ей 18 лет, этой паре? Я лично не скажу. У меня кроссовки за 3 года быстрее стираются, чем вот эта пара за свои 18 лет. Это просто нечто. Это просто нечто. И, знаешь, вот, как бы я тебе характеризовал эти кроссовки, если бы я их увидел на улице. Вот, допустим, ты идешь стандартно, просто там гуляешь, джинсики, пола, какая-нибудь кофточка, олимпичка. И просто вот эти тапки на тебе. Они дают тебе настолько безумного стиля, что ты просто не опишешь благодаря вот этой своей форме, вот такой конической форме, которая приплюснута к носу. И это просто нечто. Начнем вот с этой вставки, которая, как по мне, она безумно красит эту пару. Они чем-то похожи. Они вылитые Самуа и вылитые Мехико 66. Но все равно, это просто нечто. И вот эта вот безумно красивая надпись Adidas Italia, которая красуется сбоку, это просто нечто. И ты вот, и ты идешь, и просто с этими кроссовками ты будешь на себе столько просто хватать взглядов, именно на твоих ногах, что просто не описать. Потому что они и правду просто, они заряжают такими безумными эмоциями. Когда они мне приехали, я не то чтобы визжал отчасти, я просто, у меня руки тряслись. Но, увы, они не моего размера, что настолько сильно удручают, что хочется просто вот этого плакать. Потому что были бы они моего размера, я бы в жизни их никому не отдал. Это просто безумнейшая пара из безумнейших материалов, из безумнейше хорошо сотканное, сделанное. Я не объясню тебе, это просто нужно чувствовать. И, как минимум, среди кэжуалов и всей этой культуры, просто находясь на улице среди пацанов, ты получишь явно просто безумнейший респект за них. Потому что, ну это правда, это нет слов. Знаешь, когда ты идешь по улице, и такое, все вокруг серое, мрачное, некрасочное, просто посмотри на свои Ади. Просто посмотри на свои Ади. И ты поймешь, что вот это, вот это, вот эти вот полоски, они настолько быстро наполняют твою жизнь красками, как ничто другое. Просто потому что вот оно есть, оно есть такое, какое оно есть. Ты идешь, и твои ноги получают безумный комфорт от того, что здесь есть эва. Довольно-таки мягкая эва, ортопедическая стелька. И ты идешь, ты просто плывешь в них. И ты смотришь на них, и знаешь, смотри на обувь свою не от первого лица, а от третьего. Именно вот так вот ты можешь получить максимальное удовольствие от этой пары. Понимая, что вот идет, допустим, человек, и на нем такая красивая пара. Ты просто, ты восхищаешься этим, что люди смогли создать такое. Наверное, краткий обзор какой-то будет такой. Напиши, нравится ли тебе такой обзор, что я буду так повествовать, и говорить о каких-то разных темах и так далее. Если тебе нравится, напиши в комментарии, и напиши то, о чем бы ты хотел услышать в следующем видео с обзором на кроссовки. И ты просто, ты идешь без разницы куда, на вечеринку, они будут смотреться везде и всегда. Абсолютно. Это слишком красиво. Это просто слишком красиво. Залетая в ту же самую сэшку, ты просто будешь летать между вещей, между рядов, как просто меченый, потому что они тебе дадут просто бескрайний комфорт и легкость на ноге. Так как они еще и весят немного. Это просто помесь нескольких стилей. Это помесь пежелов, самоа. Это помесь бермуд. Это просто нечто, соединенное воедино. Это безумная пара, которой я ставлю 200 из 10, как по мне. Если ты не согласен, напиши в комментариях и объясни, почему ты не согласен. А пока, дружище, пойдем разбираться с вещами. Завтра приедет сеструха, нужно будет ее встретить, забрать второй монитор для наших стримов и отдыхать. Ну, попутно, может быть, что-нибудь я новенькое сниму. Сейчас готовимся к соревнованиям от колледжа. Я хоть что-то там буду полезное делать по подтягиваниям, стройовой подготовке и прочему такому. Также попутно работали вчера. Вот, трудимся, трудимся, братишка. Тяжело, конечно, но что поделать, что поделать. Сегодня еще, наверное, нравоучительный момент. Я тебе какой-нибудь расскажу о том, что у меня накипело и так далее. Когда мы пойдем с тобой за гейнером. Заказал себе гейнер, чтобы хоть как-то себе восполнять энергию, так как я сейчас активно тренируюсь, плюс работаю, плюс продажи и прочее. Нужно хоть как-то восстанавливаться. Приготовьтесь к нудной и небольшой бомбежке от меня. Набрал посылочку, в общем. Хотел бы с тобой поговорить на такую тему, как, ну, опять же, алкоголь, всем неизвестная и табачная продукция. Если раньше, я, знаешь, как-то был, ну, несколько демократичен к этому. В том плане, что, ну, люди идут, курят, ладно. Как бы, ну, что поделать там, всякое бывает и прочее. Сам, допустим, я не скрою, мог там перетянуть сигаретку, раз, и все. Сделать глоточек пива. Сейчас же, сейчас у меня идет такое дикое отвращение ко всему этому. Вы знаешь, я смотрю на это все и думаю, а зачем? А вот, а зачем? От этого же нет никакого удовольствия. Нет никакого вкуса, потому что это все дерьмо. В чем прикол? Я вот, я не знаю, с чем это связано, но меня это настолько безумно радует, что сейчас мой организм внутреннее состояние отвергает это от и до. Если раньше, когда я очень много нервничал, мне хотелось курить, потому что я не справлялся, и при этом раньше я курил, и все это осталось и так далее. Сейчас же? Нет, вообще. Затронем вот эту, знаешь, тему, блин, все курят в России, все пьют, все наркоманы и прочее, прочее, прочее. Так займитесь этим. Если вы не хотите, чтобы дети, подрастающее наше поколение, курило в будущем, начните подавать правильный им пример, который они заметят, и такие потом, когда будут расти, будут смотреть. Так, ага, вот этот дядя, он здоровый и крепкий, он классный, мне он нравится. А вот этот дядя, он худенький, весь какой-то не очень, и он идет, курит и пьет. Чем больше дети видят в детстве, с Шайкова разного, тем больше они это все запоминают. Чем они больше увидели того, как человек идет и курит, тем больше в осознанной жизни у них это откладется в памяти. И они непроизвольно уже к этому будут предрасположены. Так вы решаете будущее наших детей. Вы решаете, каждый из вас. Вот ничего не изменится, если я брошу этот фантик. Каждый из нас решает будущее этой земли. Всем плевает, что вот я мусорю, я свинья поганая. На вот таких свиньях, как вот такие вот люди, я даже, у меня язык не повернется их так назвать. Портится наша земля. И вот это, знаешь, россиянское терпилие, вот равнодушие, что ну ладно, что, там пройду, не замечу. Или там, не знаю, девчонку там насилуют, кому-то нужна помощь. Да ладно, чё ж, не мои проблемы. Я вообще не касаюсь, ничего не знаю, моя хата с краю. Отчего мне хотелось бы сказать, проявить огромное уважение и пожать бы даже руку дагестанцев, кавказцев, ребятам, мусульманам, за то, что они чётко отвечают за людей, своего вероисповедания, своей крови. В нашей же стране, ебать, а что? А что, мы ж русские, ебать. Мы такие весь гордый народ. Вот там начнётся война, мы друг друг за друга. Прежде тем, как начнётся война, вы все передохнете, потому что вы просто не можете банально даже уступить место в маршрутке женщине или бабушке, когда ты видишь, ладно, ты, блядь, ты здоровый человек. Ты как бы, тебе не тяжело постоять, по идее. Вы банально проходите мимо тех моментов, мимо которых нельзя проходить априори. Ты видишь, что идёт человек, он стоит, он хочет кушать. Вот твой знакомый, допустим. Знаешь, сколько я замечал, когда я вот иду со знакомыми, и я хочу кушать, и они хотят кушать, только у меня денег нет, а у них есть. И никто меня не покормит. Точнее, малый процент людей. А как только я, вот, ну, не дай соврать, если мы гуляем с ребятами, либо идём на сэшки и так далее, когда ребята говорят, ну, типа, блин, хочется кушать, каждый раз я спрашиваю, пацаны, вас накормить, вам купить, покушать. А все банально просто забывают о вот этом, что деньги, это бумага, которая в будущем заработается. Вы все учитесь ради денег, ради того, чтобы зарабатывать. А что вы их сейчас жалеете? Вы в будущем их заработаете. И вот это вот свернословие, вот эта скупость на вот эту монету, на эту обычную бумагу, которая делается из вот таких вот деревьев, вы просто, я не знаю, вы портите настолько сильно нацию. Вы позорите просто слово, человек называет себя таковым. В чём прикол вот этот жалеть, жалеть, жалеть? Вам для своего народа жалко? Вам жалко для своих людей, в которых течёт ваша же кровь? Вам жалко? Это настолько удручает, это настолько просто берёт и дизморалит. Потому что каждый день я, боже, бьюсь, 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 вроде что это выходит. Но это настолько ничтожно по сравнению с объёмами, с обхватом нашей страны, что достучаться до всех это будет крайне тяжело. Ну что же, я опять не перестану делать, потому что если меня кто-то не убьёт, то я сам убьюсь, потому что расшибу себе лоб об эту стенку под названием Россия, в которой живёт настолько гнилой на данный момент народ, которая испортила государство, потому что не несёт за собой никакой идеологии, никаких моральных принципов, ничего. Государство имеет сейчас леволиберальные взгляды на мир и на жизнь, что вот, делай что хочешь, трахайся с кем хочешь, пей что хочешь, и так далее. Восемнадцать есть, всё, мне плевать на тебя, ты сам себе властен. Это пиздец, это в натуре пиздец. Это просто пиздец. Я тебе скажу так, среди ребят, опять-таки повторюсь, мусульман националистов больше, чем во всей вместе взятой России. У них пропагандируется чистота нации и сохранение своего рода. У нас же в России говорится обратное. Делай что хочешь, ведь ты же свободный, ты же свободный. Забудь культуру наших прадедов, которые так яростно защищали эту землю, взбахивали жено на этих полях, где умирали наши люди. Делай что хочешь, всем же плевать, всем же похер, всем же абсолютно плевать, ради чего наши деды старались, а наши деды сидели и думали, вот сейчас посею пшено, прокормлю сход и так далее, и так далее, будет жить моя родословная, вот будет процветать моя семья. А его семья не кончалась тем, что вот она закончилась там на каком-то ребенке. Семья идет до последнего момента, пока ее родословная не прекратится, пока все, не будет таких людей с такой фамилией. Вот в чем прикол. И дед сидит и думает, вот мои пра-пра-пра-пра-правнуки будут мной гордиться, что я такой молодец, трудился ради них, а ты такой стоишь, пойду покурю. У меня же такая жизнь тяжелая, вот очень тяжелая жизнь. Да даже возьмем мой пример, я не говорю, что у меня тяжелая жизнь, но я с 8 утра до 4 дня сижу на учебе, попутно разбираю вещи, попутно катаюсь, продавая, попутно толкая шарагу и ругаясь с родными по этому поводу. С 5 до 11 у меня работа, в 12 я дома. Попутно я еще и успеваю тренироваться, у меня график 5 дней в неделю. Я работаю и 2 дня отдыхаю. Что скажешь? Легко мне дается? А я хоть раз показываю, что мне тяжело? Нет. А почему сейчас такое поколение, что вот как не проблема, так все ноются, вскрываются и так далее? Что ж вы за слабаки-то такие? И ты еще не забудь, дружище, про то, что я тебе снимаю видео и при этом еще и стараюсь стримить. А на видосы уходит тоже огромное количество времени. И каждый раз придумывать новые темы довольно-таки непросто. И прежде чем отпускать руки, где попало, подумай, стоит ли это делать? И там ли ты отпускаешь руки? До встречи!